Громкое дело о сбытии пищевого мака продолжают рассматривать в Центральном районном суде Барнаула. Алтайского предпринимателя и двух его продавцов обвиняют в контрабанде. А между тем, федеральные эксперты-химики в очередной раз напоминают правоохранителям и в целом правосудию, что пищевой мак официально не является наркотиком. На очередном слушании нашей съемочной группе запретили видеосъемку, но мы пообщались с обвиняемыми после заседания. Какие настроения у алтайских маковых баронов сейчас расскажет Валентина Аскерова. Валя, привет! Привет, Ира! Настроения у подсудимых, естественно, не оптимистичные. В оправдательный приговор они уже не верят. Но обо всем по порядку. Уголовное дело алтайского бизнесмена, который возил пищевой мак из Казахстана на Алтай, тянется с 2019 года. Обвиняемый Сергей Сиренко за это время неоднократно просил вызвать в суд следователя, который вел его дело. На предыдущее слушание следователь явился, но допросить его не успели. Ночную ставку перенесли на следующее заседание, на которое он уже не пришел. А ведь к нему обвиняемого множество вопросов. 21 января забрали автомобиль, не опечатали, поставили его к себе на стоянку. А 21 февраля решили пойти обратно и поискать. Не пригласив для этого понятых, вообще никого. Поискали и обнаружили дополнительные наркотические вещества, говорит Сергей. Прикрепили их к уголовному делу. А ведь это грубое нарушение всех процессуальных прав, заявляет мужчина и приводит пример. К примеру, человек продает наркотические вещества, оперативники его не могут поймать. Ну предположим, да. Вот ловят, ловят и никак. Он по сути преступник, потому что он продает, да. Потом они его поймали, а в карманах ничего опять не обнаружили. Взяли ему и натолкали полные карманы, посадили. То есть посадили преступника, а тот, кто наталкивал полные карманы, он кто. Напомним, на таможне у Сергея изъяли 272 упаковки пищевого мака. А на экспертизу почему-то отправили 275 пачек. Это следует из документов дела. Там выявили следы маковой соломы, а это наркотическое вещество. Сергей уверен, что экспертизу провели не по ГОСТу. Назначили повторную, вот только провело ее тоже ведомство, что и первое. Результаты поменялись незначительно. А вот в громком маковом деле с бизнесменом Сергеем Шиловым из Брянска, он сейчас помогает нашему обвиняемому в защите. Экспертизу мака провел не госорган, а сотрудники Пензенского НИИ Ольга Зеленина. После этого, кстати, она стала фигурантом уголовного дела. Ее обвинили в пособничестве к отрабанде и сбыту наркотиков. Очень удобно. Нашел килограмм мака, в котором один грамм маковой соломы с орной примеси. Называешь весь килограмм маковой соломы и отчитываешься как за обнаружение наркотических спец в особо крупном размере. То есть это приносит дивиденды, вагоны. Обвиняемые в сбыте пищевого мака так же, как и все мы, строили планы. Но они рухнули. Так Дарья Бетюцкая, которая продавала пищевой мак в магазине «Сиренка», мечтала выйти замуж. Но уже несколько лет женщину судят по особой тяжкой части статьи 228. Ей грозит от 10 лет лишения свободы. Про мечту пришлось забыть. Что, я буду мучить человека все эти годы? Это моя жизнь остановится. Ему-то надо будет идти дальше. Я же не могу ему приказать, езди ко мне, чтобы вместе со мной он остановился. Мы даже не можем создать полноценную семью. Мы хотели дочь. Конечно, мы ее так и хотим, мы планируем, эту девочку. Ну, а что я ей дам, этой девочке? Куда она будет приезжать? Для всей жизни. Завтра состоится очередное слушание. Оно обещает быть долгим. Обвиняемые рассчитывают задать вопросы следователю и заявить ряд ходатайств. Вы чувствуете, что есть цель посадить? Ну, конечно. План-то им делать надо. А между тем, троица, которую судят на Алтае, не верит в положительный исход дела по пищевому маку, который, напоминаем, официально не входит в список наркотических веществ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...